Привет, чуваки! Давно у нас не было видосов про старых героев, не сбалансированных от слова совсем и абсолютно не похожих на своих теперешних версий. Так что сегодня мы посмотрим на старую траксу, которая была ну совсем уж странная. Поехали! Уже видели мои обзоры сувениров Dota и KS из Аман Маркета? Разные там кружки, керамбиты, брелочки, фигурки, ковры и футболки, да и даже целые отдельные паки вкусных сувениров. Быстрая бесплатная доставка до почты или курьером. И конечно же уникальный промокод на скидку для каждого подписчика, кто перейдёт по ссылке в описании. Итак, это Draw Ranger из самой первой версии доты. Та тракса, которая изначально задумывалась разработчиками, непонятно что употреблявшими. И давайте сразу к делу. Первый скилл – инвиз. Вот так вот сходу вам удар по голове. Инвиз у траксы. И не простой, а очень даже интересный. На последнем левеле он длился минуту, при этом он ускорял героя на 70% и добавлял ни много ни мало 100 дополнительного урона от тычки. Короче, это что-то типа Вендетты Никса. Только у траксы. И на первом левеле вместо шестого. Вот так вот. Честно говоря, даже не знаю как это использовали. Да и думаю, что в те времена никто особенно не планировал какие-то стратегии, пики и поездки на интернушналы. Все просто играли и наслаждались дотой. Так что у нас есть чему поучиться у вулдфагов. Следующий скилл. Фьюри. 15-ти секундный баф, который ускоряет атак спид в 5 раз. Ну или на 500%, как здесь написано. Выглядит это нереально люто и похоже знаете на что? На ультимейт Вендранки. Только здесь вы херачите с пулемёта не по одной цели, а по скольки захотите. Ну и пожалуй самый важный нюанс, этот скилл является чем-то типа ультимейта, как и в случае с вркой. То есть с первого левела имбовать не выйдет. Для того, чтобы прокачать фьюри, вам сперва нужно апнуть аж седьмой левел. Но самый прикол в том, что это не ультимейт, он ещё только впереди. А перед ним нас встречает аура. Примерно та же, что и сейчас у нас, всем нам знакомая. Добавляет на последнем уровне 45% к белому урону всем ближайшим рейнж юнитам. Хорошая пассивочка, которая делает рейнжевиков ещё сильнее, а врагов ещё уязвимее. Думаю, даже 10 лет назад вокруг неё уже можно было строить всякие страты, типа визажа, луны и так далее. Но вот конкретно в версии 0.60 даже большей части героев не было, так что тут со стратегиями было проблематично. Тем не менее, скилл хороший сам по себе, так что всё круто. Ну и ультимейт. То самое, что делает этого героя ещё круче, чем он есть сейчас. Настоящая хреновая имба. Изучается на 10 левеле и даёт возможность за 95 маны ваншотнуть любой юнит. Как тут написано, Lesser Enemy. Я понимаю так, что речь идёт о крипах, но я к сожалению не могу проверить этот скилл на героях, потому что эта багнутая версия Варрика работает только в соло моде. Но есть мнение, что Тракса могла ваншотить всех, кто ниже её по уровню. Если работало всё действительно так, то это очень жёстко. Также я слышал, что она могла с одного выстрела завалить того же Рошана, но и это я верить не могу. В этой версии, которую я нашёл, Рошана попросту нет. Потому что это самая, как я уже говорил, первая версия карты. Как бы там ни было, ваншот это в любом случае жесть. Кого бы там она не ваншотила. Да и в любом случае, речь здесь точно не только про крипов, ведь тогда бы вряд ли этому скилу дали такое жёсткое ограничение по левелу. Ну и на этом способности у старой Траксы кончились, а значит и ролик у нас тоже заканчивается. Пишите как вам такая версия дроу рейнджера, пишите если знаете как именно работает у неё ультимейт, чтобы наконец прояснить эту ситуацию, а также подписывайтесь и ставьте лайки, по традиции. А если наберём 2000, то скоро расскажу вам про старого джаггернаута, а то я уверен вы аркан себе понакупили на него, а историю не знаете. НЕХОРОШО ТАК, УДАЧИ!